Ну-ка, кыш отсюда, кыш! Европейское космическое агентство поделилось тем, что на комете Чурюмова-Герасименко зонт Розетта обнаружил аминокислотный глицин и фосфор. Первый входит в состав протеинов, а второй является ключевым компонентом ДНК. Тем самым зонт обнаружил на комете необходимые для образования жизни вещества, но не саму жизнь, это просто громкие заголовки. Привет, меня зовут Елена Рассохина и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Наотнишься на что-нибудь интересненькое, скидывай в неновостной котелок. Стало известно, что Изгой 1 буду доснимать и переснимать из-за того, что финальная картина получилась, ну уж, слишком серьезная и мрачная. Прямо как настоящая военная драма. А это не годится Диснею, и картине постараются вернуть легкость повествования, свойственную франшизе. Видимо, после провала Зари Справедливости, серьезного фантастического кино можно больше вообще не ждать. А жаль. А вот в Швейцарии компания Climework собирается построить завод, высасывающий углекислый газ из атмосферы. Это будет первый такой коммерческий завод и полученная в ходе работы соединения, затем планируют продавать сельскохозяйственным производителям. Первый такой завод планируют открывать вблизи Цюриха уже этой осенью, а для высасывания углекислого газа будет использоваться технология прямого захвата воздуха. Для очистки захваченного воздуха будут использовать губчатый материал, пропитанный производными аммиакой, который связывается с СО2. Подобная техника очистки воздуха используется на подводных лодках и МКС. Проходящий через такой фильтр воздух очищается от углекислого газа. Climeworks рассчитывает не только очищать воздух, но и удешевить углекислый газ, который сейчас стоит довольно дорого, а также сделать технологию захвата воздуха рентабельной. Этот проект уже поддержало швейцарское федеральное управление энергетики. И снова мы с вами путешествуем в параллельный мир, где производственный завод очищает воздух, а не наоборот. Думаю, в случае успеха этого проекта срочно надо строить такие штуки в Пекине, хотя там чистить воздух надо не только от газа. А этим летом в пустыне Невады откроется завод по производству литий-ионных аккумуляторов в Гигафакторе от компании Tesla Motors, который, как ясно из названия, ну просто мега большой. Более того, самый большой завод по производству аккумуляторов в мире. Чтобы отбабахать эту громадину, Tesla приобрели 485 гектаров земли и собирается увеличить эту площадь еще на 141 гектар. 7 корпусов фабрики займут 222 гектара и станут самым большим в мире зданием по занимаемой площади. Проектная мощность завода составляет 35 гигаватт-часов в год для производства ячеек и 50 гигаватт-часов в год для сборки аккумуляторов. Гигафакторе будет выпускать батареи для электроавто Tesla и домашних аккумуляторных систем Powerwall, о которых я рассказывала чуть более года назад. По прогнозам Илона Маска, благодаря растущим продажам того и другого, эти батареи будут снижаться в цене. Более того, он планирует, что к 2020 году их стоимость снизится вдвое. Еще и за счет дешевого лития, который скоро начнут добывать в Неваде как раз недалеко от Гигафактора. Реально гигантские заводища. Ну а напоследок у меня очередной результат человеческого стремления чего-нибудь прикрутить к дронам и запустить его с этим в воздух. На этот раз коптеру досталась пейнтбольная пушка, которая беспощадно стреляет шариками с краской по разбегающимся людям и машине. Этот боевой дрон собрал пермский разработчик дронов Илья Липин с партнерами. Сейчас эта штуковина работает с ручного управления и нуждается в более удобном пульте. Но в планах создания автоматизированного боевого дрона для игр а-ля «Люди против машин». Судя по чистым курткам участников видео, пока что управление действительно не очень-то удобное. Зато это, наверное, безудержное веселье управлять этой штукой и стрелять по своим разбегающимся в ужасе друганам. А сейчас в жару такой коптер, заряженный шариками с водой, вообще был бы великолепной игрушкой. На этом, пожалуйста, все. С вами была Елена Рассухина. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока.